Веря в мудрую основу природы, философ считает совершенно закономерным, что человек познает ее своим разумом. Сковорода твердо уверен в том, что возможности человека в познании вечной материи безграничны. Однако, по мнению философа, было бы грубой ошибкой видеть в этом познании условия постижения счастья. Значение научных открытий измеряется их способностью содействовать познанию человеком истинных духовных ценностей, собственной природы. Не для того, чтобы умножить количество желаний и потребностей, а для того, чтобы ограничиться удовлетворением самых необходимых потребностей. На первый план выдвигается, собственно, не практическое значение научных фактов, а их значение для познания человеком самого себя. Исходя из концепции трех миров и двух натур, Сковорода стремился создать особую философскую картину мира, в котором все происходящее связано беспрерывной цепью причин и следствий, и законы которого явились бы законами морального поведения человека. Человек в его взаимоотношениях с миром, в учении Сковороды, занимает центральное место. Это особенное положение человека определяется тем, что он наделен разумом и волей, способен познавать свою природную сущность и в соответствии с последней самосовершенствоваться, то есть приобретать атрибуты, свойственные невидимой натуре. Одним из способов этого самосовершенствования является духовное творчество, выражающее высокие духовные порывы человека. Недаром свои первые значительные философские диалоги Сковорода посвятил выяснению сущности истинного человека. Согласно его взглядам, происходящее в мире обретает значение постольку, поскольку он находит свое завершение в человеке. «А что такое человек?» – спрашивает он. «Что бы оно ни было, делали, действили или слово, все то пустая пустошь, если оно не получило события своего в самом человеке, ибо все разнообразие материального мира, вся неизмеримая бесчисленность и видимость стекается в человеке». Объективный идеализм Сковороды, выявляющийся в его произведениях в своеобразной форме пантеизма, генетически связан философским осмыслением морального мира человека и критикой о моральной и социальной действительности, мира корыстолюбия и наживы, угнетения и порабощения, мук и страдания. Как раз об этом мире он писал «Мир есть беснующихся пир, торжище шатающихся, море волнующихся, одмучающихся». И в другом месте «Мир же есть море потопляющихся, страна моровой язвы прокаженных, ограда лютых львов, острог плененных, торжище блудников, утка сластолюбия, печь, распаляющая похоти. Пир беснующихся, лик и хоровод пьяно-сумосбродных и не отрезвляется, пока не устанут. Кратко сказать, слепцы за слепцом в бездну грядущие». Для того, чтобы устоять против сетей и соблазнов этого мира, человек должен найти аморальную опору в самом себе, познать в себе истинного человека. Поэтому против произведения «Сковороды» от первого до последнего пронизаны призывом «Познай себя, познай себя настоящего, истинного человека, человека, и действуй как настоящий истинный человек». Наиболее прогрессивной линией философской мысли XVIII века была философия просвещения, которая выражала прежде всего интересы растущей буржуазии. Буржуазные просветители сделали много для утверждения материализма и атеизма, подвергли резко критике педцерковную идеологию. «Сковорода», как его современники, французские материалисты XVIII века, главной задачей философии провозглашал познание природы человека, но в отличие от последних, он не считал индивидуальные чувственные побуждения, в частности, личный интерес, определяющими в этой природе. Наоборот, мир индивидуальных собственных интересов, свои корыстия и наживы был для него олицетворением зла. В этом отношении он стоял ближе к канту. Патриархально-крестьянская, антибуржуазная и антикрепостническая направленность взглядов сковороды обусловила поиски им других, чем у французских материалистов, оснований и факторов человеческого действия. По его утверждению, истинно моральные основы поведения человека определяются не его телесной организацией, а его духовным миром, господствующим над телом и определяющим человеческие действия и поступки. Поэтому для сковороды человек – это не просто телесный индивид. Это отдельный мир, микрокосм, маленький простой камушек, в котором ужасный пожар затаился. В самом человеке выделяется не познание плоти, а познание духа. Но, если нечто узнать хочешь в духе или воистине, утверждает философ, усмотри прежде во плоти, сирище в наружности. Это значит, что сковорода признает необходимым изучать и внешнюю плотскую натуру человека, в которой находит свое проявление невидимый дух или разум, уподобляя процесс познания двойному жванию парнокопытных, познание плоти он называет первым жванием, за которым обязательно должно следовать второе жвание – познание духа. Поэтому познание человека означает не просто знание его телесной организации, а постижение его невидимой внутренней духовной природы. Познать истинного человека – значит познать Бога в человеке. Один труд в обоих сих – познать себя и уразуметь Бога, познать и уразуметь точного человека, весь труд и обман его от его тени, на которые все останавливаемся. А ведь истинный человек и Бог есть тоже. Через отождествление духовных стимулов деятельности человека с Богом, а последнего – с внутренней духовной природой человека, сковорода осуществляет экспроптополяцию отношения духовного мира человека к его реальным телесным действиям на объяснение природы и Вселенной в целом, разрабатывает свою концепцию двух натур и трех миров, как философскую основу своего учения о человеке, смысле его бытия и настоящем счастье. По своей философской сущности это учение идеалистично, да иным оно и быть не могло в период, когда в объяснении духовных факторов действительности и деятельности человека безраздельно господствовал идеализм. Французские материалисты также придерживались взгляда, что идеи правят миром, оставаясь идеалистами в своих этических воззрениях. Сковороду не беспокоит будущее науки в том смысле, что он не сомневается в ее громадных потенциальных возможностях, в раскрытии тайн природы и организма самого человека как части природы. Его только тревожит то, что познание так мало дает для понимания человека и не удовлетворяет стремление человека к счастью. Науку о человеке и его счастье Сковородач считал главной и высшей из всех наук. С этих позиций он критиковал преувеличение роли и значения естествознания, наук о природе в обычном понимании. В одном из своих произведений он писал, «Мы в посторонних околичностях, чересчур любопытны, рачительны и проницательны, измерили море, землю, воздух и небеса и обеспокоили брюхо земное ради магметаллов, размежевали планеты, доискались в луне гор, рек и городов, нашли за комплектных миров несчетное множество, строим непонятные машины, засыпаем бездны, возвращаем и привлекаем стремления водные, что денно новые опыты и дикие изобретения, но то горе, что при этом всем кажется, что чего-то великого не достает, не того, чего и сказать не умеем, одно только знаем, что не достает чего-то, а что оно такое, не понимаем. Об этом и должна сказать наука о человеческом счастье, верховная наука. Я, писал философ-гуманист, наук не хулю, и самое последнее ремесло хвалю, одно то хул и достойно, что на них, надеясь, пренебрегаем верховнейшую науку, до которой всякому человеку, стране и стате, полу и возрасту, для того отворена дверь, что счастье всем без выбора есть нужное, чего кроме нее ни о какой науке сказать не можно. Непосредственным, субъективным проявлением человеческого счастья сковородач считает внутренний мир, сердечное веселье, душевную крепость, достичь его можно только следуя велению своей внутренней натуры. При более конкретном рассмотрении проблемы оказывается, что этой внутренней натурой является сродство с определенным видом труда. Как выразитель интересов и настроений крестьянства, сковорода смысл человеческого бытия видит в труде. Жизнь и дело есть тот же. А истинное счастье в свободном труде по призванию. Душу веселит сродное делание. В философии сковороды мысль о попределяющей роли сродного труда в обеспечении счастливой жизни впервые приобрела значение общего принципа в решении проблемы человеческого счастья и смысла человеческого бытия. Благополучие общественной жизни людей основано на труде. Откуда же уродится труд, если нет охоты и усердия? Где же возьмешь охоту без природы? Природа есть первоначально всему причина и самодвижущаяся пружина. Она есть мат охоты. Охота сильнее неволи. По пословиц, она стремится к труду и радуется им как сыном своим. Труд есть живой и неусыпный всей машины ход дотоль, поколь породит в совершенное дело, соплетающее творцу своему венец радости. Кратко сказать, природа запаляет к делу и укрепляет в труде, делая труд сладким. В этом контексте принцип «познай себя» имеет своим содержанием познание своих природных склонностей к определенному виду деятельности. Своё действительное признание, эта склонность имеет природную основу, усовершенствуется соответствующим воспитанием, наукой и практикой. Сродность, призвание и есть истинный Бог в человеке. С природой жить и с Богом быть есть тоже, жизнь и дело есть тоже. Сковорода различает процесс труда и его результат. Результатом труда является продукт потребления и он имеет своим назначением простое поддержание жизни. Наслаждение процессом потребления не является истинным человеческим наслаждением. Истинное удовольствие в наслаждении самим процессом труда. Его приносит только сродный труд. Прибыль не есть увеселение, но исполнение нужности телесной, а если увеселение, то не внутреннее. Родное же увеселение сердечно бывает в делании сродном, тем оно слаще, чем сроднее. Если бы блаженство в изобилии жило, то мало ли изобильных. Таким образом, в своей философской концепции сродного труда, как основу человеческого счастья, сковорода со всей остротой ставит проблему преодоления отчужденности труда, превращения труда в первейшую потребность и высшее наслаждение. На почве философского пантеизма он отстаивает в злелеенную в народе идею свободного труда по призванию, труда как внутренней потребности и высшего наслаждения. В плане сродного труда рассматривает сковорода и проблему равенства. Он признает лишь одно неизбежное неравенство, неравенство одаренности и призвания в одном и том же виде деятельности, неравенство не социального, а преимущественно природного происхождения. Отсюда его принцип неравеного равенства. Бог, писал он, богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. Над фонтаном надпись «Сия» неравное всем равенство. Меньший сосуд менее имеет, но в том равен есть большему, что равно есть полный. Как крестьянский просветитель и сын своего времени, сковорода не мог подняться до понимания материально-практической обусловленности общественного разделения труда и его опосредованности отношениями собственности. Общественное разделение труда он стремится спроецировать на природные свойства человека. Отсюда критика социальных пороков направляется им не по линии требований революционных изменений существующей структуры разделения труда, а по линии их морального усовершенствования путем преодоления несродного труда во всех сферах общественной деятельности несродный труд конечный источник всех общественных пороков кто умерщвляет науки и художества несродность кто обеспечил чин священничий и монашеский несродность а на каждом звании внутреннейший яды убийца учитель иду по тебе иди лучше поши землю или носи оружие отправляй купеческое дело или художество твое делай то к чему рожден будь справедливый и миролюбивый гражданин и давлеет подобный подход содержит в себе вывод о вечности неизбежности существующего общественного разделения труда в этом историческая ограниченность взгляда сковороды однако главный пафос его критики несродного труда направлен против паразитизма господствующих классов против превращения человеческой деятельности в средства наживы своей корысти и эгоистических материальных интересов сковорода один из первых великих критиков буржуазно-мещанского потребительского образа жизни с его культом обладания вещами участие в сродном труде по мнению сковороды определяет меру реализации человеком собственного призвания и общественной пользы ибо мертва совсем душа человеческая не отрешенная к природному своему делу подобно мутной смердящей воде в тесноте заключенной сковорода признает несоответствующими природе страсть к наживе сребролюбие моральную развращенность воровство властолюбие угнетение слабых человекоубийство тщеславие карьеризм все это является отклонениями от природы нарушением главного ее требования меры о том что теория сродного труда явно направлена против социальных устремлений господствующих слоев свидетельствует осуждение сковородой домогательства панства погони за наживой прибылями прибыльными должностями если по пословисти на должность мастишься как коза на кровлю для того чтобы через нее вскочить на кучу изобильного тщеславия видно как в зеркале что ты не к должности усерден а посему и не рожден поэтому сковорода и защищает моральное преимущество таких видов труда как землепашество ремесло несоответствие природе философ считает огромнейшим злом так как оно приводит к тому что результаты труда превращаются в свою противоположность правление в мучительство судейство в хищение воинство в грабление а науки в орудие злобы законы общества регулирования личного и общественного интереса людей по его мнению имеют своим источником самую природу а не человеческое творчество это глубокое убеждение в регулярной функции природы природной детерминированности общественного развития лишает сковороду возможности понять роль государства классовых отношений он говорит о гражданских законах заборах напоминает о силе постановлений законов но далек от понимания социальных факторов обусловливающих необходимость их появления счастье сковорода связывает с чувствами благодарности любви дружбы которые возникают вследствие сродности осознав свою зависимость от природы определив свою меру счастья и смирившись с ней человек получает самое большое наслаждение от удовлетворения наиболее необходимых потребностей и наоборот человек потерявший чувство природной меры не познает истинного наслаждения удовлетворяя свои даже самые изысканные капризы он останется неудовлетворенным любовь к добру как и любовь вообще рождается как следствие природного сходства людей поэтому сковорода утверждает что подобное к подобному ведет сам бог что симпатия есть признак одинаковости душ так же как и дружба именно в дружбе он видит основу общежития в человеческом коллективе в государстве в общественных группах ибо на основании союз и венец обществу нет сомнения что такое понимание дружбы противостоит волчьим законам современного ему общества характерным признаком счастья в понимании сковороды является его органическая связь с внутренним миром личности но это не значит что оно антиобщественно эгоистично по своей сути счастье общества по утверждению сковороды есть результат индивидуального самочувствия каждого его члена и поэтому истинное счастье не любит одиночество ему свойственно желание иметь сообщников истинного счастья такова из природы пишет он что чем множайших иметь в нем сопричастников тем слаще действительнее беззависное сие добро становится и сим одним разнится от ложного мирского счастья о коем подобное сказать никак невозможно это важное положение сковороды позволяет сделать вывод что философ искал решение проблемы всеобщего и надежного счастья для всех людей смыслом своей философии сковорода считает то что она учит истинному счастью такое счастье связано не с богатством ибо не по чину не по стране не по изобилию счастливым есть а во первую очередь с внутренним миром чтобы узнать найти самого поступает условием самовоспитания истинного вкуса к жизни и спокойного самочувствия отсюда чувство самоудовлетворения соединяется с чувствами благодарности природе Богу за то что она позаботилась о том чтобы самое необходимое для человека было легкодоступным неудовлетворенность обладаемым благом стремление к обладанию большим чем это необходимо для поддержания жизни превращение удовлетворения плотских потребностей в культ и цель жизни по мнению сковороды и вовлекая человека в тот порочный круг из которого нет счастливого выхода человек может достичь счастья оставаясь и бедным счастье как состояние духовного удовлетворения радости души не желающий ничего иного кроме сохранения этого состояния согласно сковороде является субъективным переживанием и как таковое оно при наличии минимума внешних условий зависит от внутренней оценки отношения к действительности исходя из этого положения сковорода делает вывод что при бедности имеется больше оснований достичь счастья чем при богатстве поскольку обладание последним увеличивает зависимость человека от внешних обстоятельств не содействующих счастью тот кто владеет собой хотя и беден на деле богаче царей а тот кто владеет миром не владея собой дрожит за свое богатство не может чувствовать себя счастливым поэтому не тот скуден что убогий а тот что желает много так как это ведет к внутреннему опустошению души высот сказанное не означает что сковорода отрицал значение материальных потребностей в жизни человека и призывал к всеобщему аскетизму в одном из писем отвечая на обвинение в том будто он осуждает употребление мяса вина и прочего сковорода замечал что подлинно всякий род пищи и питья полезен и добр есть но рассуждать надо время место меру и персону в этом вопросе мыслитель следовал совету сократа который говорил что есть нужно за тем чтобы жить но не жить ради еды с учением о сродном труде сковороды тесно связаны и его педагогические идеи работой преподавателем переясловской семинарии харьковского коллегиума и домашним учителем сковорода приобрел значительный педагогический опыт который он и стремился теоретически обобщить опираясь на положение выработанного им философского учения тем более что теория сродного труда требовала для себя определенного выхода в практику так как сковорода уделяет значительное внимание проблемам морали то это заставляет его вырабатывать определенные педагогические принципы образования и воспитания в этом отношении его взгляды привлекают внимание последователей и исследователей раскрывающих существенные моменты его педагогической практики и теории изложены в его философских трудах и стихотворениях баснях и письмах и органически вытекающие из его учения о сродном труде и счастье сковорода критикуют в притчах и баснях ту систему убыщения и воспитания которая была модной в его время среди значительной части господствующих слоев и которая предусматривала не только воспитание истинного человека сколько приобретение внешних манер в своих педагогических идеях мыслитель опирается на принцип соответствия природе как основу воспитания счастливого и общественно полезного человека он утверждает что воспитание истекает от природы что природа является высшим учителем что она требует только не мешать ей проявить себя воспитатели воспитанник должны идти ей навстречу такова доминанта педагогических рассуждений сковороды значительное внимание в познании природы человека и определение им своего места в жизни философ отводит практики упражнения функция которых и состоит в том чтобы приводить в совершенство природные данные в этом отношении он и различает науку и привычку обучение практику наука и привычка должны повести человека по пути сродного общественно полезного труда являющегося сферой проявления сущности человека в его высоких духовных стремлениях вот почему он предостерегает против праздности безделья имея ввиду безделье как физическое так и духовное целью воспитания сковорода считает не только умение находить истину познавать явление природы а прежде всего приобретение благородных чувств таких как любовь дружба благодарность ведь по мнению сковороды природу человека характеризует не столько его разум сколько благое сердце добрая воля которые и определяют наклонность к осуществлению славных поступков при исполненной веры безграничную мудрость и гуманную благость природы сковорода придает важное значение роли педагогической науки воспитателя и школы утверждая что тот кто желает научить других мудрости жизни должен долго учиться сам при этом он подчеркивает необходимость морального авторитета учителя единство его слова и дела сковорода считает что наряду со школой воспитание детей является главной обязанностью родителей дав жизнь они прежде всего должны обучить детей благу родители пишет он суть наши лучшие учителя следует заметить что несмотря на историческую ограниченность педагогической концепции сковороды признание права на образование в зависимости от способностей а не социального положения критика индивидуалистического воспитания свидетельствует о гуманистическом и просветительском характере его учения как известно призыв познать самого себя прозвучал еще в древние времена он украшал выход в храм Аполлона в Дельфах осуществление этого призыва Сократ считал условием правильной жизни этот призыв сохранил силу и в 18 веке в учении сковороды он занимает важное место конкретизируясь в понимании сродного труда эта связь самопознания и сродного общественного полезного труда и составляет важную часть того вклада который внес в философию сковорода в этом труде наиболее соответствующим природным наклонностям человека он видит главный источник человеческого счастья именно в принципе соответствия природе философ видит критерии разумности общественных институтов и моральных поступков отдельных людей призыв познать самого себя приобрел у сковороды гуманистические звучания смысл этого абстрактного гуманизма состоит в утверждении права каждого человека на свое счастье путем познания своих внутренних природных способностей и свободного избрания труда по сродности это положение в корне противоречило утверждавшемуся при жизни сковороды на Украине крепостному праву выдвигая его философ тем самым осуждал социальный гнет очужденный труд крепостничество мешавшее проявлению природных дарований людей однако уже во времена сковороды призыв к самопознанию мог быть только выражением пассивного осуждения действительности и вызвался серьезную критику ориентировавшую на более активное отношение к миру стало очевидным что только деятельность направленная на внешний мир его идеальное и материальное преобразование согласно человеческим идеалам содействует действительному утверждению человека в мире а владение окружающим миром обнаруживает и ранее неизвестное в самом человеке критерием истинности самопознания человека выступает деятельность в результатах которой и проявляется действительная сущность человека как и большинство ранних просветителей сковорода рассматривает самосознание как субъект истории возлагая все свои надежды в отношении будущего человечества не столько на материальную практику сколько на активность духа с учением о человеке как микрокосме в философии сковороды тесно связано учение о третьем символическом мире чаще всего он отождествляется сковородой с Библией но в этот мир им включается также мифология и народная мудрость символичность Библии по его мнению состоит в том что в ней собраны небесных земных и преисподних тварей фигуры дабы они были монументами ведущими мысли нашу в понятие вечной натуры утаенной в тленной так как рисунок в красках своих Библия состоит из двух натур внешней и внутренней которые соотносятся между собой как знак и смысл сковорода отвергает истинность внешней стороны Библии содержащей множество неправдоподобных и фантастических с точки зрения истины и здравого смысла истории и сказаний с позиции разума и признания закономерности природы сковорода отрицает реальность библейских чудес и высмеивает людей верящих в эти сказки критикует суеверие церковников и пребывающих в духовной темноте людей преклоняющихся перед ложными идеалами противоречащими здравому смыслу и научной истине он остроумно и искусно высмеивает этот историальный вздор в многочисленных афористических высказываниях собранные вместе эти высказывания могут быть квалифицированы как свидетельство атеистической тенденции в его учении и использоваться в антирелигиозной пропаганде но вместе с тем сковорода считает библию средством познания сущности человека мыслитель посвящает специальные исследования иконы алкивиатская и жена лотова вопросу о том как следует вникать в таинственный смысл библии чтобы извлечь из ее рассказов и притч полезное и поучительное знание место библии в познавательном процессе сковорода усматривал в том что она будет помогать познать нравственные ценности человеческой жизни это познание якобы достигается аллегорично символическим истолкованием вымышленных и реальных явлений это каждый раз ведет мыслителя от логически доказуемого знания в лучшем случае к художественно образному видению в худшем мистико аллегорическим гаданиям характерным приемом осмысливания явлений у сковороды является притча то есть познание с помощью которого или сложного аллегорического образа и аналогии субъект познающий человека у него не случайно объединяет в одном лице одновременно и поэта и философа и пророка ибо он в состоянии постигать скрытый за внешней оболочкой плоти природный смысл и придавать ему поучительное для человека значение взгляды философа на религию и его отношение к церковным институтам и официальной церковной идеологии нельзя оценивать однозначно его позиции в отношении к господствующей церкви отрицательное отношение к существующим формам религиозной жизни осуждение пороков церковников и его личный ярко подчеркнутый и сознательный отказ от церковных санов все это уже само по себе много значит в оценке его прогрессивной деятельности есть в его деятельности и определенные моменты которые вопреки его субъективным намерениям содействовали развитию атеистических представлений само понимание Бога как разума присутствующего в вещах и отрицание Бога как личности подрывали основы веры пантеизм приводил сковороду на тот же путь по которому шли и Джордана Бруно и Спиноза то есть на путь разрушения религии сковорода избранным им образом жизни и оценками религиозной жизни своих современников содействовал утверждению позиций антиклирикализма это чрезвычайно важная сторона мировоззрения философа выше мы приводили бескомпромиссные высказывания сковороды о монашестве сковорода не отвергает его целиком но не раз подчеркивает что монахом может стать только тот кто от природы и набожности и он критикует монастырскую жизнь как гнездо затаенных порочных страстей разоблачает пороки церковников своим распутством часто превосходящих мирян он ясно понимает что никто так не способствует распространению суеверия как священнослужители типичным стало для служителей религии по мнению сковороды подмена действительного благочестия и любви к истине церемониями и образами на этой почве расцветает лицемерие и фарисейство духовников для которых служение Христу превращается в средство удовлетворения желаний и стремлений противоречащих правде истине и настоящей красоте с особой силой сковорода бичуют церковников за их карьеризм властолюбие и жажду в золото эта критика исполнена пристрастного разоблачительного пафоса граничащего со своимствующим антиклирикализмом за их карьеризмом